на audi а 6 крутой тачки блин посмотрим как как она здесь у нас заводится машина огонь низенькая конечно здесь как будто жопы по снегу под пальто так-то приятная машина заведем здесь такое блатной все поехали ну да живом конечно не сравнить скания наша стоит в дверь открылась юки-палки план сейчас говорит куда ты поехал на audi поехали работать двери зовет меня так что все сейчас поставим покатались немножко усилий с кольцевой в сторону москвы москва-питер дорога уходим не надо спустились с гада в сторону москвы на подъем все хуже стоят никто не может подняться все буксует пробка у нас впереди небольшой подъем надеюсь мы это проскочим что вот виде не могу там подняться все стоят не стоят кто-то мне сыпет и честом нет в принципе сыпать такой снегопад сильный идет что думаю сразу засыпают все хотя песком бы если посыпали то машину вы поехали всем привет что-то мне не везет в этом году блин загрузился подушка там засыпела одна так что надо будет менять е-мое тесну на аэропорт дотяну там еще так что будет все нормально выходных буду менять опять суббота воскресенье под машиной или что-то год как-то начался не очень хорошо так что ладно погнали на разгрузку все там контейнер полный фанеры загрузились хорошо что недалеко еще поехал далеко не далеко все равно вы менял бы где-то делал ладно погнали выходной опять будем заниматься под машиной все как обычно снежок идет так называемый снегопад так-то конечно все нормально видимость плохая так погода супер зима и зима вот одну дорожку протоптали без четырех полос одна получилась так что вот так вот и едем никуда не поденешься едим по вантовому мосту в сан-митербург так все снимает у нас контейнер я снимет и поедем подушки менять я разворачиваемся здесь ну чё ты видишь как прицепчик нормально всё выходит если буду буксовать я ещё одну лось подниму и всё пока нормально так всё погнали красотка всё едем ну что вот отработали документы я отдал всё нормально всё сейчас едем завтра пойдем купим подушки новые и будем менять подушки да я вот всегда говорю там спрашивают сколько чего там я всегда вот говорю прежде чем купить свою машину конечно надо сто раз подумать потому что вот и есть у меня знакомые купили машину машину так купить купил он но вот то работа через раз потом то денег нет на ремонт машины то у него там вот ну тоже колесо надо ну надо какие-то расходы конечно на машину и ещё надо же заправляться постоянно каждый день надо заправляться ну если работать по городу ну хотя бы минимум 3000 да в день а так если на Москву гонять ну считайте рейс хотя в 20000 вам на дорогу надо туда обратно на круг на солярку надо покушать да ну и всё ну я по максимуму говорю 20000 было в запасе пару пар бобеек и это их же откуда брать считайте пять рейсов вы на Москву сделаете за месяц считайте сто тысяч надо а их же надо взять а деньги сразу не платят за работу понимаете в чем дело деньги уже потом платят ну как все говорят две-три недели типа ну обычно месяц проходит в лучшем случае иногда бывает вот там что-то и задержка денег там еще что-нибудь придумают всякую ерунду там бывает полтора месяца дают там ну это я говорю по максимуму есть добросовестные вчера они там да бывает две недели три пройдет все деньги отдают но все равно надо какой-то запас денег чтобы представляете вам целый месяц заправляться надо да вам хотя бы сотку надо сто тысяч ну а надо еще дома еще покушать надо то все там хотя бы чтобы сто пятьдесят было на кармане хотя бы потому что вдруг колесо взорвется вот как у меня вдруг подушка там считайте колесо двадцать тысяч и подушки две одиннадцать да ну и так по мелочи я там то трубки то это туда сюда там ну вот тридцать пять тысяч как бы улетела да ну и плюс и мне надо и выехал работать вот я на пятнашку заправился считайте полтинник полтинник за пару дней улетел да как как бы так сказать вот вот и считайте тоже как она там я говорю надо тоже рассчитывать ну на свои силы не то что там где-то одолжить или еще что-то конечно со стороны это все кажется да все легко и просто приходится саму это все делать чтобы немного во первых сам ну я почему сам делал потому что во первых я сделаю качественно для себя и второе то что я конечно сэкономлю на этом немалые деньги поедете в сервис с вас там сдерут три шкуры чтобы сделать там какой-то ремонт ну конечно я тоже езжу в сервисы я там делаю ремонт например какой-то крупный там тяжелый например что тяжелый я не могу поднять потому что например там так меняем подушку здесь лопнула у меня сначала правая подушка потом левая зашипела зашипела они вот здесь вот сверху гниют вот видите как гниют и начинают вот здесь сверху шипеть сейчас я купил новые две подушки сейчас поменяем вот две подушки одиннадцатый считать везде есть свои плюсы и минусы в этой работе когда как говорится на себя там многие говорят на себя хорошо работать там мечтают купить машину и работать как бы на себя чтоб это это конечно все хорошо но я вам скажу что везде свои плюсы и минусы как обычно так что здесь конечно надо хорошо подумать когда покупаете машину и хотите работать сами считайте выходное сегодня воскресенье вчера суббота была тоже целый день ковырялся сегодня воскресенье идет снегопад конечно конкретный холодно одеваться некуда менять надо матрас вроде постелил снегом засыпает все засыпать снегом ключи все-все короче так что вот так прежде чем что-то сделать хорошо подумаете что спрашивают выгоды невыгоды сколько зарабатываешь бывает зарабатываешь а бывает вот так вот колесо по дороге взорвалось две потушки минус 5 колесо ну в среднем 20 тысяч да две подушки 11 тысяч ну и два дня работы я вот сам делаю все считаете тоже так что так видите воскресенье многие отдыхают дома здесь приходится в снегу в морозе метель метет юга приходится заниматься никуда не денешься от этого понимаете что дело так ладно так ладно буду ставить я вот видите вытащил подушку сейчас будем ставить подушку туда сейчас это открутим скутерок открутим скутерок так вот 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 отлично зашипел зашипела она не только сверху она у меня и снизу зашипела тоже подушка в виде перчатки одеваю снизу такие нормальные сверху такие чтобы не пачкаться руки замерзают конечно это старая подушка она и снизу вот здесь трещину видать от старости вот здесь тоже трещины у нее снизу то есть конечно подушки я уже некоторые заменил здесь вот остались сзади две я думал еще вытянуть но до весны там до лета летом заменить видите как не получает не получилось я что никуда не денешься сейчас затянем здесь подушку еще буду менять другую еще вторую подушку сразу блин снег идет такой снег снегопад конечно засыпает вон мгновенно все ключи инструмент короче все все засыпает так что вот так и работаем так что не всегда романтика получается понимаете в кабине сидишь там и тепло вот так вот бывает и в дороге тоже говоря все вот я в дороге менял ту подушку снять конечно я все не могу потому что тоже и ночью и темно и снег идет тоже холодно это все видение получается снять потому что когда на дороге холодно стало быстро надо сделать и уезжать уже не до съемок там сейчас вот так вот проходит воскресенье представляете нормальные люди сидят дома отдыхают здесь воскресенье видите надо все поменял я эту подушку новую поставил видите все нормально сейчас еще вот эту поменяю тоже особо видите тоже не снимаю не поснимаю подушку несложно менять вот здесь сверху два вот две гайки откручиваем вот они видите вот здесь одна гайка и там вторая гайка ее откручиваем и снизу вот два болта вот этих да и трубку еще вот она трубка как бы так не сложно сказать да дело в том что они по десять лет бывать не откручиваются и конечно в этом вся сложность потом открутить они там ржавеют прикипают ну так короче приживаете туда и конечно бывает сложно открутить особенно снизу вообще жесть конечно ладно это я так рассказал кому кто не менял подушки чуть-чуть рассказать забывать некоторые говорят не могу поменять подушку там болты нет хорошо когда они баха и отломался болтики все и уже легче снял и не заморачиваются с этой всей кухни так что так так что просто кажется когда меняешь конечно этот блин и на разу такой геморрой вообще жесть конечно все умелые подушки смотрите две новых две новые две одинаковые подушки и теперь все классно правда промок я весь честно говоря аж до трусов в прямом смысле штаны хоть и зимние толстые теплые а сидишь в снегу здесь у меня все промокло целый день болты обломились то не открутиться пришлось болгарка срезать тоже короче никогда их здесь не откручивали видать там подушки я лето менял эти думала еще походят не доходили у меня так что буду собираться вот так вот погода это конечно не очень да я сам главное эти промок блин вообще жесть холодно на улице руки замерзли все так что вот так год конечно начался у меня не очень хорошо то то блин заболел в больницу положили там операцию сделали здесь три недели пока выздоровел выехал два рейса сделал подушка колесо взорвалось короче год свиньи какой-то блин настоящий свиньи у меня свинья подложила или год орла там короче неудачный год начался конечно ну вот считайте две подушки 11 тысяч колесо двадцать тысяч вот тридцать одну тысячу плюс два дня еще суббота воскресенье здесь вообще жесть конечно так что прежде чем покупать свою машину тоже подумайте хорошо потяните не потяните это дело конечно здесь с финансами а кстати я начал записывать сегодня так у нас уже 2 февраля я с вчерашнего 1 февраля начал записывать блокнот все расходы посмотрим в конце месяца ну я там солярка вот эти подушки там дороги платники все это посмотрим записываю сколько у нас получится расходов в месяц ну так для интереса что спрашивает сколько ну затраты там в месяц сколько сюда ну вот как раз посмотрим ну и в конце месяца подведем итог посмотрим сколько у нас еще в месяц вылилось расходов там так что смотрите кому интересно будет давайте я буду собираться потому что я говорю я увидел уже весь промок тоже и снег сцепит сейчас чуть-чуть затишье пошло быстро собирать пока еще меня здесь не засыпало ну все погнали потом сядем потом сядем в кабине поговорим когда печку включим автономку и все поговорим обо всем еще про колеса хочу рассказать какие колеса что там ну ладно погнали собираться так подушки подушки нас поднимают все четко все поднялись накачались теперь вообще круто будет две новые подушки теперь работать не переработать все огонь сейчас покажу как на месте будем разворачиваться видите это чем сейчас хорошо подъемные оси смотрите две подъемные оси то есть я могу разворачиваться на месте и у меня не будет становиться в распор прицеп и все будет четко нормально видите как все две оси поднято все разворачивается ничего не буксую все четко все как обычно никаких проблем сейчас подъезжаем вот к контейнеру сейчас будет грузить нас контейнер посмотрите видите все 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 поставил я контейнер сейчас покажу новые подушки специально приподнял все четко видно все огонь теперь поедем работать есть один минус вот в этой конструкции ну когда две подъемные оси передние да режет на поворотах угол режет сильно так что это в принципе работает когда хотите проехать где-нибудь где-то там знаете так чтобы было нормально поехал я опустил оси и поехал дальше просто я говорю когда на поворотах ну вот такая узкие предприятия вот как я здесь приехал узкие повороты заходы и конечно режет сильно угол а так то в принципе нормально просто когда знаешь сильный угол берешь берешь побольше этот вот радиус поворота и все нормально и все и все четко как обычно так что так а так говорю кому понравилось видео как обычно ставьте класс подписывайтесь на канал будем снимать так же что-нибудь интересное может так что все всем удачи на дорогах все не болейте всем до свидания что все все что в